Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! Какая картиночка! Ай, просто смотрю и любуюся! Итак, Александра, очень похожа на мою историю. Уважаемый Светоч, прошу вашего совета. Правильно! Это на видео гоним паразитов, перевозбуждаем ветер. По осени, 23-го года, сделала две чистки печени. Сразу вопрос, зачем вы их делали осенью, когда функция печени наиболее слаба? Вы не ушли в биоритмологические особенности, когда печень наиболее сильна. Вы выбрали время, когда она наиболее слаба. Первый раз под солнечным маслом и меня вырвало. Ну, можно, конечно, на под солнечным масле делать. Ну, вырвало, значит, желудок очистился. Но штук 8 вышло, камешка вышла. Это, знаете, не так уж важно, что вот эти камешки вышло. Главное, чтобы вы создали вот этот вот поток желчи, который промывает желчные ходы вашей печени, частично освобождает желчный пузырь. И важно почувствовать, вот сделали, что вы чувствуете? Легче стало? Не легче стало? Похоже на фасольки. Второй раз оливковым. Было легче. Оливковое масло вообще-то легче пьется. Но все равно тошнило. Ну, да, да, будет и тошнота, и все такое. Здесь очень важно отрегулировать количество масла так, чтобы она сработала и в то же время особо не тошнила. И при этом, опять-таки, выбираем биоритмологически активное время, когда печень активна, это весна, и профилактически очищаемся. Другое дело, знаете, когда человек там болен, ему не до того, чтобы подстраиваться там биоритмом, надо быстрее оздоровиться. Вот тогда уж. А если время терпит, подождите весну. Сейчас вот как раз начался Новый год по восточному календарю. Самое удачное время для чистки печени, профилактической чистки печени и желчного пузыря. Вышло много камешков зеленого цвета, как горох, поэтому не считало камней. Много в печени делало узи осенью, камней много в печени делало узи осенью. Чистки не первые. Значит, смотрите, это зеленые камешки, это конгломераты. Камешки обычно они такие, более твердые. Особенно, знаете, есть вообще твердые камни, там, известковые еще там какие-то. А есть вот конгломераты, но от них тоже надо избавляться. И здесь важно понимать, если у вас образуются вот эти конгломераты, какая-то более густая желчь, значит, надо применять нечто такое, чтобы разжижало это. То есть, чаще питаться, допустим, раза четыре. Использовать в своем питании масло, для того, чтобы выделялась желчь на это. То есть, чтобы он регулярно работал. А не то, что какой-то застой. Плюс естественно, плюс естественно. Обратите внимание, что там у вас, как у вас стул. Многие не обращают на это внимание. А они отравляют свой организм и думают, это нормально. Живут с запорами, потом удивляются, а что же там у них происходит. Подготовка была такая, травки по буревой неделю правильно, свежевыжатые соки правильно, больше овощей, каши с маслом правильно, тёплые в ванны и мазало тело оливковым маслом. Ходьба правильно делали. Единственное, вы выбрали неправильно время чистки печени. После чисток отдохнула и решила сделать противопаразитарку по этим же травкам буревой. Три недели. Смотрите, вот тут вот, смотрите. Дело в том, что травки по буревой неделю, это хорошо. Вот вы сделали и позвольте своему организму восстановиться. Потому что вот эти все травки, они обладают такими выраженными свойствами перевозбуждать ветер. То есть вызывать в организме сухость и холод. Вроде они там разжижают, вроде они там то делают, вроде они там паразита гонят, вроде желчекучий и так далее. Но если их чрезмерно много употреблять или часто, то возникает перевозбуждение ветра. И теперь мы дальше будем читать. Смотрите, три недели это довольно-таки много. И в зависимости от того, какая у вас индивидуальная конституция. Вот у меня я могу там много там есть. И то я постоянно, как бы сказать, руку держу на регулировке. Я смотрю, грубо говоря, какой у меня стул. Если стул у меня такой, довольно-таки твердый, оформленный, но становится более твердым. Мне надо там натуживаться. Я, значит, меньше применяю того же тмина. Если он более жидкий, я чуть больше. То есть вот эта регулировка по вашим всем выделениям. Вы все это чувствуете. У меня есть специальные видосы про самодиагностику. Плюс еще в книге описано, как осуществлять самодиагностику по жизненным принципам. Куда у вас идет перевозбуждение или ни-ни. То есть работа с жизненными принципами позволяет вам отрегулировать вашу физиологию, чтобы она нормально работала. Если там больше сухости, там больше холода, либо больше жара, либо больше слизи. Все это влияет на вашу физиологию, она перестает работать. Так, самочувствие значительно улучшилось. Ну, это хорошо. Но радовалось недолго, стало мучить бессонница. И тогда же заболел всегда лишний нерв. Смотрите, самочувствие улучшилось. Это, конечно, дело хорошо. Именно вот эти травки за счет своих, вот этих летучих свойств, чтобы вы понимали, эти травки работают как мощные фитонциды, выделяя вот эти вот вещества. И они, слова надо подбирать соответствующие, они душистые. А вот эта вся эта душистость чрезмерная, она как раз и приводит к тому, что процессы, знаете, вот, грубо говоря, у нас в голове, процессы идти должны быть своим чередом. Вот когда я активен, видите, как я говорю. А когда я отхожу ко сну, я уже должен говорить, ну вот, хорошо. То есть должно идти расслабление. А эти травки нам не позволят, тем более, их столько принимать. В результате превозбуждается ветер, и мы перестаем спать. То есть одно из главных превозбуждений, которое, помимо там стула, это отсутствие сна. Так, не обращал, думал, значит, простудилось. А так, а-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А, бессонница. Стала болеть седалищных нервов. Но седалищных нервов я не знаю. Да, седалищный нерв. А, седалищный нерв. О, смотрите, а седалищный нерв, он идет отсюда. Что у нас имеется вот здесь в области поясницы? Откуда выходит седалищный нерв Там у нас имеется прямая кишка И если в прямой кишке повышенная сухость На что указывают кал этими козьями какашками Это говорит о том, что там ткани вот так вот, вот так вот Сжимаются А раз они сжимаются Значит начинает зажимать нервы Седалищный нерв И пошло-поехало То есть это не значит, что там какая-то травма была Или еще там что-то Вот оно, вот оно Видите, как я вам разжевываю и показываю Сжимаются ткани Значит туда-то, туда-то Особо надо, грубо говоря Использовать сидячие такие полуванночки прогревающие И в эту область, смотрите С одной стороны делать масляные свечи Я вам все это показывал, рассказывал Смотрите Вам полупрямой кишки, чтобы там сухость уходила И плюс в поясницу втирать, втирать вот это оливковое масло И тогда вот это будет лучше То есть не надо не растягиваться, ничего Вроде думаешь растянется, что-то там такое Нет, там вот так вот все уже, знаете, сжалость Потом перерыв в месяц Стало снова пить травки в январе В январе Холод, сухость Январь Это самый месяц, когда погодные условия влияют на то, чтобы вот этот ветер перевозбуждался То есть в организм носится сухость и холод И плюс еще травки эти, которые также подсушивают организм И в результате вот это наслаивание нескольких факторов приводит к тому, что это все усугубляется Но что-то стул стал наоборот скреплять Так естественно он скрепляется Он не что-то, а он закономерно То есть вы понимаете, вещи, которые происходят закономерно А которые происходят вот действительно по непонятным каким-то причинам Хотя если разобраться, любое действие порождено своими собственными причинами Тянется следствие и в результате возникает то или иное действие Тут лично мне все это ясно Январь, травки Двойной, как говорится, удар сухости и холода по организму Кстати, могут еще и месячные нарушиться У меня и так часто овечий кал мерзнут Вот, то есть если у человека еще конституция И вот это говорит овечий кал и мерзнут И добавление вот этого, то вообще ведет к таким вещам Которые лекарствами не лечатся Это совсем другой уровень, чтобы вы понимали Совершенно иной уровень, на который надо воздействовать Если человек еще мерзнет, значит все тело смазывается оливковым маслом То есть человек принимает, допустим, прогревающую ванну лучше всего Или прогревающий душ Никаких закаливающих процедур ничего не применять То есть теплый, хороший душ, который разогрел Потом тело вытирается И во все тело, куда вы достаете Втирается или наносится оливковое масло Простое оливковое масло Оливковое масло, пускай это будет рафинированное Рафинированное, нерафинированное Используем только для салатов А вот рафинированное используем для того, чтобы сделать массаж всего тела Чтобы вот этот и смотрим по своему овечьему калу и мерзлости Уходит или нет Плюс носим теплые вещи Желательно из шерсти Из шерсти черного цвета, красного цвета Пускай там коричневого цвета Но не голубого и не белого Понизила дозу Естественно, когда, знаете, все это дело сдвинутся Тут вообще надо все это убирать Перестала их принимать Хорошо, вот это другое дело Решила сферлить Та ё-моё Решила сферлить сделать чистку печени И начала по затопу То есть опять Опять начинает вот это вот То есть не оправившись от одного Опять-таки в холодное время года Чистку печени Ну, посчитаем, что там дальше, да? А то она же говорит, что там это самое Свежевыжатые соки, больше овощей Свежевыжатые соки, больше овощей Человек думает, что это хорошо Нет, в это время не надо Особо не свежевыжатых соков Надо пить компоты Надо пить кисели И это самое Больше овощей нет И фруктов свежих нет Всё должно быть тушёное В тёплом виде А лучше всего каши Но снова что-то идёт не так Да ясно, понятно Когда сдвинута, она всё уже туда Сразу же перевозбуждается И поэтому в видео понимаешь, что Именно хорошо Это хорошо, что всё-таки вот это Видео, 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 да? Гоним паразитов, перевозбуждаем ветер Что вы сообразили Начала подготовку с начала февраля Чистка толстого кишечника Да зачем опять-таки Вот это Понимаю, что именно И опять-таки делаю всё то, чтобы возбудить ветер Чистка толстого кишечника Она возбуждает То есть все чистки возбуждают Они основаны на том Чтобы за счёт усиления Циркуляторных процессов Выбросить шлаки А усиление циркуляторных процессов Это, как правило, усиление Жизненного принципа ветра Сухости и холода Особенно толстого кишечника И так далее Да ё-моёс Два литра чистой воды Столовая ложка соли И столовая ложка соли Ещё добавим Обезбоживает всё Лучше тут яблочный уксус используют Но не в феврале Всё, прекращайте Прекращайте Что я так понимаю И добавил они проблем Правильно А я вам пояснил Что делать стоит Сделала таких чисток Пять через день Ну и вот Раз, раз, раз Дальше сдвигаю В сторону этого самого Ветра Отдохнула неделю И снова делаю Полторный курс Сегодня первый пошла Не надо Не надо Это делать Особо такого страшного Ничего не выходило Немного маленьких Прослоев слизи Не обращайте Вот этого Что вы думаете Что-то там выйдет Что-то там не выйдет Вы Как бы вам лучше Объяснить Вы Саму основу Свою сдвинули То есть вы пытаетесь Там знаете Грубо говоря Что-то там почистить Но Из-за этого Вы сдвигаете Свою первооснову В организме Это Нарушаете работу Индивидуальной конституции Нарушаете работу Физиологических процессов Аж на том уровне На уровне Индивидуальной конституции И Человек не понимает А почему же такое Почему же я болен Почему что-то там не так А это там Слизь Вся эта В данном случае Ерунда Я думаю Что перед чисткой печи На 23 февраля Запланировано Не надо Дни пять Попью травки Побуривай Не надо Но теперь у меня Ступор Вот теперь у меня Ступор Забрасывайте Все Принимайте ванны Втирайте в тело Оливкового масла Кушайте кашу Пьете кисели Вставляете Вот эти вот свечи И просто-напросто Ходите Ходите И наслаждайтесь Спокойствием Вот этим вот Чтоб у вас было Ничего Не делайте такого Чтоб вас еще волновало Ступор Травы точно Не буду принимать То есть Человек уже Испугался Еще разок Я говорю Вот смотрите Ну возьму Вот он канцелярский ножик Вот он канцелярский ножик Если я им буду Что-то там Стружить Карандашик Это хорошо Именно для этого Он и нужен Я порежу бумагу Это именно хорошо Но если я начну Руки себе там Резать Или еще Это плохо будет И вот как раз У вас И возникает Что Это самое Вы Вот этими Травками побуривая Чистка печени Вы Наносите себе Хорошей процедурой Вред И как-то не понимаете Человек уперся в это И он Дальше не видит Не оценивает Своё состояние То есть Очень важно Чтобы вы Оценивали Своё собственное состояние Что-что-как И в соответствии С ним применяли Вы Зациклившись На Этом Процессе Оздоровительном Нанесли себе Вред Понимаете Есть такое Человек Вот Наносит себе Вред Из-за того Что думают Что он Делает себе Хорошо Как Анорексички Они думают Что Выглядят Лучше Если у них Там Вот такой Вот вес А на самом деле Они себя Расстраивают Так Кстати И соки Я тоже Пью уже Две недели Яблочные Свекольные И морковные Яблочные Не Не Надо Пить Кисели И Компоты В теплом В виде Чтоб Они Погуще Были Плюс Ванны И масло На тело После Да Вот это Правильно С питанием Стараюсь Больше Тушеных Овощей Каша С маслом Но другие Продукты Присутствуют И бывают Мешая Конечно Но ничего Не так страшно Там вот эта Мешанина Не так страшно Как Смотрите Вот Потребление Продуктов Которые Несвойственны Данному Сезону Года А именно Свежих Овощей И фруктов Зимой Они Борются Летом Против Высыхания Влагой Охлаждением И когда Мы их Летом Начинаем Употреблять Они Вот эту информацию Вносят Организм У нас Нарушается Пищеварение И мы Это самое Мерзнем Сальцо Каши В теплом виде Так вот Основные проблемы Это сон Естественно Сон Показывает Суп Значит Ванну Применили Или душ Приняли Часли За Там За полтора За час Втерли в тело Значит Оливковое масло Там Походили То есть все Можно еще Перед ванной Перед этим Процедурой Погулять На свежем воздухе Просто пройтись Минут Так хотя бы Тридцать Не могу долго Уснуть Уже Три месяца Да А если Человек Не спит У него Нет Пополнения Вот этой Тонкой Психической Энергии Которая Руководит Его И разумом И волей Это важно Понимать Для того Чтобы вы Применяли Волю Должна быть Вот эта Психическая Энергия Тончайшего Уровня Которая Всеми Руководит Всеми Процессами Она Истощилась Всегда лишний Нерв болит И со Стул Тебе С трудом Идет Туго Камешками Значит Берем Вот такие Вот Выстуживаем Свечи То есть Налицо Налицо Расстройство Сна Стягивание Ткани В районе Поясницы Из-за чего Защепило Нерв Значит Сухость В ампуле Прямой кишки Из-за того Что идет Обезвоживание Колоссальное Что аж Знаете Стул Который Грубо говоря Жидкое масло Спустилось Ну Допустим В толстый кишечник В ампулу Прямой кишки И там Настолько Забирается Эта вода Из Кала Что он Становится Вот такой Как камеш То есть Туда И утром И вечером Вставлять Эти свечи Так Ставило Микроклизмы Молоко С маслом Топленым Пару раз Помогло Ну еще Пару раз Помогло Пару раз Помогло Знаете Это Вот такие вот Свечи с маслом Постоянно На ночь Это Как Кровь с носа Долой Хотел отметить Что я сейчас Пью керосин Не надо Керосин пьют Это тоже Средство Которое усиливает Перевозмождают Жизненный принцип Ветра Не надо Его пить Не надо В данный момент Это нельзя Для вас Если уж хотите Его использовать Мажьте пятки Мажьте пятки Керосина Грибок на ногте И ступне Лет 20 уже Кстати Грибок Он тоже Из-за Если он распространяется По организму Грибки живут Во влажной Среде И наш организм Для них Влажная среда Которую Высасывает Значит Вот здесь То вот здесь Вы Грибок на ступне Значит Берете Яблочный уксус Вот тут-то Есть отзывы Такие Очень положительные Когда яблочный уксус Прекрасно Помогал Против Этого Самого Грибка И вы Значит Вот Окунаете Там что там Ступню Или там Ну лучше всего Говорят Вот окунуть И подержать Минут 20 И вот такие процедуры Делают Опять-таки Смотреть Что там Кожа у вас Не слезла То есть Голову применять Начали С 2-3 минут Посмотрели Все ли нормально Кожа А потом уже Увеличиваете И грубо говоря Очень хорошо действует По крайней мере На внешне А уже А уже Потом Потом Когда вы Восстановитесь Потом уже Осторожненько Начнете Применять Другие Средства Потому что Мы думаем Сейчас как погоним Грибок Все в этом Раз Грубо говоря Грибок на месте А Перевозбуждение Ветра Мы нанесли Вред Своему организму 2 недели Вижу Вижу улучшение На стопе У меня теперь Закрылось Сомнение Не усиливает ли Керосин Ветер Усиливает И для того Чтобы Вот Как я вам сказал Использовать А теперь вопрос Делать ли запланированную Чистку печени Нет Очень хочу И настроилась Не надо Я просто Теперь думаю Как помочь Своему организму И не навредить Я сказал Планирую Беременность Отлично Поэтому хочется Очистить свой организм Мне 29 лет А вот здесь Очистить свой организм С уважением Александра А вот здесь Для того Чтобы подготовиться К беременности Вот тут Надо сначала Отдохнуть Восстановить Все физиологические Процессы Потом Когда вы Все это Восстановили Можно Поголодать Суток Трое Раза Там Допустим Три Тире Пять Суток Трое Был бы Такой цикл Как раз Голодание Лучше Как бы Подготавливает Все это Дело Но опять Таки Чтобы вы Чувствовали Вы должны Ориентироваться По своему Сну По своему Самочувствию По Грубо говоря Какой там У вас Скал Вообще Радостно Нерадостно Чувствовать И вот тогда Уже Планировать Беременность И все Будет у вас Отлично И прекрасно В противном Случа Вы все Внесли Хаос В организм У вас даже Может Он Не зацепится Оплодотворенная Яйцеклетка В матке Из-за того Что Слишком много Сухости Вот такие Это дела Короче Смотрите Что я еще Хотел сказать Мне хочется Очистить организм Планировать Беременность У меня Есть такая Книжка Интимные Нормы Здоровья Редкостные Издания Редкостные Издания Такие Остались Штучные Если Кто Хочет Приобрести Ну Можем Столковаться На эти Штучные Штуки Не просто Так Мне Предстоит Тогда Самому Сходить Грубо говоря Куда Там Вздек Шмек И все Это Дело Выслать Поэтому Если вас Заинтересуют Как и золотые Правила питания Я неожиданно Нашел У себя В этих самых Несколько книжек Завалялось Тоже Можем Столковаться Я Вам вышлю Ну конечно Мани Мани Вперед Ну На этой Ноте Мы с вами И закончим